как же мы любим путешествовать на машине сколько же километров мы проехали наши любимые тачки армения грузия турция бомбезный кавказ сколько диких мест и ночевок было и в наших путешествиях мы не просто путешествуем мы еще и работаем помимо стандартных приборов которые требуют электричества у нас есть еще рабочая техника дроны камеры компьютера спасибо огромное нашей станции ромос которая прошла с нами огромное количество километров и всегда нас выручала но пора двигаться дальше друга дарим родителям а взамен получаем новую станцию упаковка настолько крутая что распаковывать станцию это отдельное удовольствие первой коробке кабель для 220 и кабель для 12 вольт и инструкция на русском языке и сама станция дизайн новой модели ромос просто завораживает материалы новой станции очень крутые огромный плюс данной станции что провод розетки идет просто провод даже если его потерять ничего страшного не будет то есть здесь нет от этого блока и это не может не радовать да и сам провод зарядки прикуриватель тоже классно но тестировать новую станцию мы отправимся на природу сделаем небольшой выезд и попробуем запитать все наши устройства которые используем в путешествиях поехали на самом деле это общение беда потому что производитель говорит что от 0 до 80 процентов она зарядится за 1 час а это временем как раз нам хватит собраться сейчас проверим тест у нас суровый смотрите пишет один час но посмотрим за какой зарядится ставим все погнали но пока заряжает станции мы быстро завтракаем так ну что же у нас ровно час прошел смотрим 55 процентов зарядился обещали 80 не 80 нету но в любом случае за час больше 50 процентов это офигенно посмотрим за сколько зарядится станция полностью 80 процентов прошло час двадцать один и так смотрите час пятьдесят и станция полностью заряжена ну это очень крутой результат чтобы зарядить вот эту штуковину которая будет работать и работать поехали так сейчас ее в багажник закидываем у нас есть наш холодильник его сейчас сразу же подключим к станции включаем сто процентов будем заряжать через прикуриватель чикс поставили на холодильнике активировалось табло сейчас будет разгон до температуры 4 градуса 33 ватта может проработать 29 часов даже чуть больше получается ладно сейчас когда наберет температуру посмотрим какие показания будут а мы пока поедем доедем в магазин купим молоко чаечек чтоб на природе посидеть попить подкупили ништяков сейчас закинем все это дело в холодильник так какие там дела у нас вот 20 часов пишет поработает но это потому что разгонку у него вот а сегодня он Вон у нас есть ягоды. Мы приехали. Сто лет здесь не были, это озеро в районе Щапова, снега растаяли, уровень воды поднялся, мы частенько здесь приезжали отдыхать, когда долго в Подольске жили, да, мусорно, конечно, ну и здесь, собственно, видите, говорят, снег только сошел, поэтому все еще в воде особо не разбежаться, не погулять, ну, чаек попьем, побудем с природой, так сказать, да, парни? Выходите. Буквально ехали мы 10 минут, холодильник уже разогнался, значит, до 2 градусов уже показывает, наверное, лучше на 4 поставить. Вот, 98%, то есть сейчас станция вообще ничего не берет, то есть вот он в этом режиме пока есть, он и будет, станция абсолютно, то есть холодильник сейчас абсолютно почти ничего не потребляет, ну, а если потребляет, то считанные какие-то ваты. У мальчишек спецзадания, им нужно разложить стулья наши новые. Не положив на грязь. Да, да. Строгость. Давайте, парни, у вас должно это получиться. Ну, а мы сейчас достанем наш стол. Так, где наш стол вообще? Ага, стол там. Стол у нас с этой стороны. Опа. Ой, какие-то щетки вываливаются. Стулья. Кстати, стулья эти тоже нужны. Мироша, на. Не больше. Кстати, как раз тот момент, когда, слушайтесь, работал холодильник. И смотрим показания станции. Вот, теперь она берет. На себя пишет 27-29 часов. То есть, по сути, наверное, x2 можно умножать, и чистот на холодильнике простоит примерно где-то 48 часов. Пока греется чаечек, расскажу вам еще про эту станцию, какие плюсы я заметил. Смотрите, у нас у всех айфончики с беспроводной зарядкой. Смотрите, ложишь наверх, и зарядка началась. Но вроде бы ничего необычного, но у предыдущей станции не было магнитного держателя. Здесь он есть. И даже убрать зарядки телефон нужно приложить усилия. Видите, какой магнит? Это, конечно, огромный плюс, потому что в движении, например, можно тоже положить, и он вообще никуда не денется. С подключенным холодильником, с телефоном станция пишет, что будет работать 21 час. Да, у нас есть наша любимая птица, которая, естественно, в путешествиях тоже требует постоянных зарядок. В станции есть USB порта, есть TPC, есть на 60 ватт, есть на 100 ватт. Соответственно, лучше заряжать через 100 ватт. В данном случае у меня зарядка с собой только USB-шка. Ставим и подключаем к дрону. Папа, привет! Привет! Так, зарядка пошла, смотрим, выдает вообще 50 часов, 49 часов будет работать и заряжать. Но в любом случае он же постоянно будет заряжаться, не будет, буквально за минут 40 он будет уже полностью заряжен. Оставляем. А Мирошка кайфует, вообще не выгонишь на улицу, слушайте, вот что значит, соскучился. Дай, прыгай, прыгай, Мирош, туда. Правильно! Итак, что имеет сама станция? Это, естественно, фонарики. Первый фонарь вот. Второй фонарь вот этот. Режим эко. Включить, выключить. Две розетки на 220 вольт. Еще для чего-то подключение, наверное, к солнечной панели. Далее USB порты, TPC порты. Бесконтактная зарядка. С двух сторон мощные вентиляторы охлаждения. Папа, у меня планшет садится. Огромнейший просто плюс станция, это то, что она переносная. И вот Темке нужно подзарядить, он у него там урок, хорошо ловит интернет. Мы берем эту станцию, да, и понесли. Вот так вот ставим рядом с Артемкой станцию. Подключаем ему зарядку. Втыкайся. Активируем розетки и смотрим, что нам тут напишет. Пошла зарядка? Да. Вот, зарядка пошла. Потребление 11 ватт может проработать 80 часов, представляете? И все, Артемка может спокойно играть в чекинган, проходить уроки. И вот рядышком со станцией. Давай вот чайник какой-нибудь включим. А тем временем чайничек закипает. Пацаны, а это вам. Родик. Тебе, Тема, лови. И немного вкусных вот этих вот хлебцов. Это тебе. Ну и, пожалуй, самая устройство, которая всегда требует зарядки, это компьютер. Ведь я постоянно монтирую, работаю здесь, и все в компьютере, и он требует постоянной дозарядки. И вот благодаря станции, да, я могу не только в машине сидеть, а вот сидеть вот так вот, выйти просто и за столиком на озере посидеть. Сейчас протестируем, как она работает. Смотрите, вставляем в розетку. Подключаем компьютеру. Зарядка пошла. Смотрим здесь показатели. 47 ватт, ну 50 ватт, грубо говоря, потребление. Показывает, что хватит на 15 часов. Но это при условии, что он постоянно будет заряжаться. Постоянно заряжаться не нужно. Сейчас 69% заряда, поэтому минут 20 постоит, будет уже полная зарядка. Мы отключим, и, собственно, циклов достаточно много зарядки. Все, пока буду работать. Я думаю, что по поводу путешествий с этой станцией вопросов вообще никаких не возникает. Давайте посмотрим такую ситуацию, если, например, в квартире, либо в доме, как она будет помогать по хозяйству. Там отключили свет, например. Поэтому сейчас ее протестируем на все самые мощные приборы, которые есть у нас в квартире. Погнали. Начнем с тяжелой артиллерии. Сразу попробуем вскипятить чайник. Для этого включили, нажали на кнопку активировать розетку 220 вольт и подключаем чайник. Запускаем. Чуть больше 1000 ватт потребления. И вот если чайник будет кипятиться постоянно, то станции хватит на 29 минут, уже на 28. Сейчас посмотрим. Даже не нагрелась станция 26 градусов. Чайник готов. Все. Больше ничего не потребляет. Немножко процентов съела. Ну, неплохо. Идем дальше. Берем фен. Фен готов. Подключаем. И запускаем. Первая скорость. Ну, она особо и не потребляет. Всего лишь 148 ватт. Но при этом станция сможет проработать только 2 часа. Вторая скорость. Проработать в таком режиме станция сможет только час. И попробуем горячие воздухи. Потребление 1300 ватт. Станция все равно работает. И вторая скорость. Горячего воздуха. Он стал работать слабее. Пишет 26 минут 922 ватта. Вторую скорость вот не вывозит он. Но станция при этом все равно работает. А что будет, если и фен будет дуть, и мы сейчас еще чайник разок скипятим? Ооо. Все. Тяжело. Вылетела ошибка. Не, на самом деле, для нее это действительно много. Оставим только фен. Кстати, смотрите, сработал ли вентилятор. Послушайте, как звучат. Это очень тихо. Следующий тест. Кофемашина. Подключаем. И запускаем. 1112 ватта потребления. Вот кофемашина может проработать на вот этой зарядке. Да, блин, почему ты включаешься? 19 минут. Сейчас, как только наберется давление, попробуем ее запустить. Смотрите, как только температура набралась, потребление выключилось. И, так сказать, в ожидании режима включить. Включаем. Опа. И что, смотрим? 56 ватт. И вот на таком режиме пролива может работать 6 часов. А нет, вот основной пролив пошел. 17 минут может проработать. Потребление почти 1200 ватт. Неплохо. Скорее всего, в наш ГУС купим и кофемашину какую-нибудь компактную. И будем в дороге делать себе кайфовый кофе. Дома есть болгарка. И хочется попробовать вот этой штукой пошуметь. Давайте попробуем. Вы сами все видели. То есть 36% она будет крутить там сколько-то минут. Получается, если вдруг вам нужно срочно что-то болгарочкой нарезать, то вы можете нарезать достаточно много. Теперь попробуем дрель. Погнали. Теперь ставим максимальные обороты. То есть получается на полном заряде дрель может проработать целых 3 часа. Мне кажется, можно все пересырлить. Также в путешествиях, да и в принципе у каждого дома есть блендер. Вот мы думаем в машину прикупить. Сейчас попробуем, будет ли Ромас справляться. Подключаем. Ну что, запускаем первую скорость. Подключили. Запускаем первую скорость. Вторую. Ну вот, может проработать 2 часа на заряде 35%. То есть в машину смело можно покупать блендер. Следующее. У нас есть наш гриль, который уцелел в аварии. Так, подключаем. Опа. И он автоматически запускается. Вот видите, включился. 27 минут может работать. То есть получается около часа, если полный заряд будет. Соответственно, можно спокойно по дороге готовить какие-то вафельки. Следующее, что у нас уцелело после ДТП, это наша мультиварка. Мы вот ее не возим никогда с собой, потому что некуда подключать. Попробуем сейчас подключить сюда. Вы слышите, ваш домашний шеф-повар готов. Ну давайте, прям что-нибудь выберем. Не знаю, меню. Давайте вот это. Варка. 30 минут. Старт. Вот он начинает варить. И проверяем. 25 минут сможет проработать на заряде 34%. То есть если будет полный заряд, любое блюдо, мультиварочка, приготовит прямо в дороге. Ну классно же. А еще учитывая, что станция за час зарядится заново, ну это классно. В общем, походу, теперь она будет ездить с нами. В общем, друзья мои, совсем скоро будет огромное количество путешествий с нашей новой станцией. Поэтому обязательно подпишитесь. А где ее приобретать, я оставлю ссылочку в описании. Делайте себе путешествие комфортнее и будьте всегда с напряжением.